добрый день рада всех приветствовать на своем канале и у нас уже наверное можно так сказать вовсю да начался посадочный сезон мы сажаем сейчас и кустарники и деревья там и всевозможные летники многолетники и вот я не исключение я уже тоже начала сажать все свои растения которые у меня и подросли которые я приобрела часть растений я уже высадила часть растений ну то есть овощные культуры мы тоже в ближайшие несколько дней планирую же высадить и вот у меня наверное какой и у многих возникает вопрос какие же удобрения применять для подкормки своих растений и для посадки и уже после посадки в течение всего сезона хочу вам показать вот таких три вида удобрений которые я приобрела в этом году сразу хочу сказать это не рекламная кампания я ничего не рекламирую это вот то что я нашла в магазине я ни разу такие удобрения не применяла и было бы интересно почитать комментарии тех которые уже такие удобрения использовали на своем приусадебном участке и так вот такие удобрения первое это удобрение для роз второе удобрение для гортензий и третье удобрение написано что универсальное для вообще всех культур и но если смотреть на картинки для цветов для ягод для винограда до этом и для овощей и так давайте поближе посмотрим что же это за удобрение ну давайте начнем с первого удобрения так это вот удобрение бона форте хочу сразу сказать что с удобрениями бона форте я знакома я брала бона форте для орхидей мне очень они нравятся я брала и два вида жидких удобрений номер один и номер два очень мне они понравились сразу виден результат а еще лучше чем вот те жидкие удобрения это спрей бона форте для орхидей с винтарной кислотой это просто вот какое-то чудо вот я уже не один раз пробовала берешь это удобрение обрабатываешь и ну брызгаешь там на корешки и через несколько дней начинает лезть молодые корни поэтому вот фирму бона форте я уже как бы знаю но вот удобрение такое написано что профессиональное универсальное пролонгированное гранулированное удобрение без нитратов такое я ни разу еще удобрение не брала вот такая коробочка здесь у нас 0 8 килограмм то есть 800 грамм и здесь рекомендуют основное внесение удобрения так при посеве и посадке можно использовать можно использовать для подкормок и рекомендуют всего один раз за сезон но в принципе очень удобно да если взял удобрение рассыпал ну там по всему своему саду огороду по те же кустарники по те же например многолитние насаждения да там деревья и больше ничего но не делать думаю что прямо это вот очень неплохо здесь вот на этикеточки написаны поближе какие виды культур можно ну удобрять этим удобрять в принципе вот очень большие ну так большой объем информации на коробочке к сожалению единственное что вот ну мелко написано но думаю что ничего страшного у нас у всех есть там очки и лупы да можно взять и прочитать так и вот здесь тоже тоже ну расписывают что это за удобрение стимулирует активный рост и плодоношение уникальный состав без нитратов это что пролонгированного действия сыпать надо еще раз повторюсь один раз за сезон вот такое удобрение пожалуйста кто уже пробовал вот удобрение бона форта вот именно вот такого вида но напишите в комментариях как вам понравилось или не было бы очень интересно но буду пробовать испытывать вот в этом сезоне первый раз такое удобрение следующее удобрение это вот для гортензии от фирмы биомастер написано что это комплексное удобрение пышная гортензия для обильного и продолжительного цветения садовой гортензии и пишут здесь что усиливает окраску цветов здесь получается 1 и 2 килограмма на 20 метров и на 100 дней рекомендуют и вот на упаковочке написано что двухфазное питание гортензии у меня появились и на участке буквально в прошлом году я несколько костиков посадила и в этом году тоже я вот выписывал распаковочка меня есть посылок какие гортензии у меня появились и часть я уже высадила в открытый грунт часть гортензии думаю что они будут расти у меня часть горшках и вот взяла такое удобрение мне посоветовали его взять в нашем специализированном магазине сказали что в прошлом году вот там женщина-продавец она удобряла свои гортензии ей очень понравилось и ну еще то что цена сейчас да у нас сейчас все дорожает цена вот за это удобрение она стоила 290 рублей пом вот эта банка и но я думаю что это не так дорого потому что у нас в магазинах под не поднялись цены на все удобрение так что здесь у нас написано удобрение для гортензии рододендронов и азали системы питания long quick time обеспечивающего в высвобождении питательных веществ два этапа гранула вот это начинает действовать сразу после применения снабжая растение всеми питательными элементами гранула медленно высвобождает питательные вещества в течение 100 дней удобрение способствует росту растения обеспечивает обильное пышное цветение и способ применения внесения при посадке рекомендуют 50 грамм на растение и просто подкормка равномерно рассыпать гранулы вокруг растений смешать с верхним слоем земли норма от 30 до 75 грамм на растение в зависимости от возраста или 50 грамм на метр квадратный приствольного круга рекомендуют применять с апреля по июль но это и понятно да весной у нас растение начинает расти по июле уже получается июль это у нас вторая половина лета тому же в принципе растение уже должны не расти вот но после июля да а уже начинать готовится к зиме чтобы там у них побеги вызревали и наверное стимуляция там не нужно вот такое удобрение тоже я не применяла никогда здесь состав азот фосфор калий сера магний железо медь марганец и гуматы ну в принципе такой состав неплохой пожалуйста поделитесь комментариях кто вот это удобрение тоже применял как вам но это удобрение было результаты или не был результат виден после применения этого удобрения было бы очень интересно так и третье удобрение которое я приобрела это ферти косат огород для роз написано что органа минеральная удобрительная смесь вот в этой баночки 0 9 килограмма но фирму фертика вообще я ну раньше слышала удобрение тоже покупала тоже и и эту фирму всегда хвалили то что у них удобрение но качественные но от удобрения для роз я увидела первый раз и вот и решила тоже взять чтобы удобрить сейчас весной свои розочки так что здесь у нас пишут что это фертика для роз органа минеральная удобрительная смесь марка е состав гумат так фосфор калий азот наверное и комплекс микроэлементов так предлагают основное внесение при посадке пересадки саженцев по 100 грамм в посадочную ямку и перемешать с остальными компонентными грунта или подкормка ранней весной и после цветения по 30-40 грамм под куст или с поливной водой два-три раза за сезон с интервалом 10 с интервалом раз в 10-15 дней в виде раствор из расчета 30-40 грамм на 10 литров воды но можно применять и для садовых цветов написано и для комнатных балконных цветов поэтому в принципе такое она ну как у нас везде да что название там для роз для цветов там для овощей очень часто пишут что это просто для привлечения спроса что в принципе все удобрения они подходят любым растениям ну просто вот пишет что для роз да и я вот не исключение тоже на это попалась в принципе можно было взять просто комплексное удобрение и наверное но точно также быть для роз подошло но вот не знаю попробую такое удобрение для роз пожалуйста тоже в комментариях кто пользовался таким удобрением подскажите как вы использовали использовали его или вы рассыпали ну мне нужно именно подкормить не новые посадочки а вот старые посадки или вы разводили в воде и проливали свои розочки было бы очень интересно поэтому вот такие у меня удобрение которые я приобрела для этого сезона будем пробовать будем испытывать и смотреть результаты надеюсь что все получится результаты будут хорошие всем спасибо за внимание всем добра здоровья удачи пусть ваши растения вас в этом сезоне порадуют чтобы все у вас раствор цвело и пахло до свидания